В эфире программа «Актуальное интервью» в студии Марфирина Алексеева. Здравствуйте! В преддверии 1 мая праздника «Весны и труда» в Якутии состоялись ряд мероприятий, посвященные чествованию трудовых династий, награждению людей труда и обсуждению социально-трудовых отношений. Также состоялось вручение ежегодной премии главы Республики «Человек труда». Обо всем этом мы сегодня поговорим. Гости у нас в студии Елена Волкова, министр труда в социальном развитии Республики Сахай-Якутия. Елена Александровна, здравствуйте! Поздравляю вас со всеми прошедшими праздниками. Мы всей Республикой действительно следили за награждением тружеников нашей Якутии. Расскажите, пожалуйста, как прошла премия и сколько в этом году поступило заявок? Действительно, премия главы Республики «Человек труда» у нас в этом году уже второй раз была присуждена лучшим тружеником нашей Республики. 50 премий получили наши труженики, 50 человек. И она уже традиционно была в торжественной обстановке вручена главой Республики буквально перед 1 мая. И если говорить о количестве заявок, поступило более чем 270 заявок, около 300. И нужно сказать, что в этом году уже количество выросло по сравнению с прошлым годом. В прошлом году порядка 170-180 заявок было. И что отрадно, расширяется у нас круг районов Республики, которые принимают участие. И, соответственно, конечно, расширяются виды деятельности. Хочу сказать, что у нас представители, уже лауреаты премии «Человек труда» — это представители совершенно различных профессий, это рабочие специальности. Это люди высокого класса сотрудники, рабочие, каждый на своем месте, которые вносят большой вклад в свои работы, в развитие своего предприятия, ну а значит, в свои отрасли и в целом Республики. Во время церемонии мы узнали, что один из лауреатов летел на самолете и не успел на награждение. Расскажите, как ему потом вручили награду? Да, действительно, у нас произошел такой случай, когда один из лауреатов премии, Дмитрий Гаврилович Савин из Абыского района, к сожалению, по метеоусловиям была задержка рейса, и мы точно не могли предположить все-таки, когда наш лауреат прибудет в Якутск. Поэтому сильно, конечно, мы за него волновались, и родные, и близкие, конечно, все хотели, чтобы он успел, и успел именно в рамках торжества получить эту премию. Вот, и так получилось, очень удачно для всех. Самолет все-таки, так скажем, успел привезти нашего, наши авиаторы успели привезти нашего лауреата, и глава Республики, узнав о том, что у нас еще один человек спешит на мероприятие, вернулся и вручил эту премию уже также в торжественной обстановке. Здорово, хорошо, что так получилось. Конечно. А как проходит отбор соискателей премии, и куда нужно обратиться тем, кто хочет в следующем году принять участие? По положению у премии предусмотрен трехэтапный порядок формирования заявок. Самое главное здесь это то, что трудовой коллектив непосредственно сам рассматривает на своем уровне и принимает решение вносить того или иного кандидата на соискание премии главы. Далее заявка, которая формируется трудовым коллективом, предприятием или организацией в установленном порядке, направляется на рассмотрение комиссии в отраслевое министерство. Отраслевое министерство рассматривает по всем своим видам деятельности, соответственно, заявки, и лучшие из них направляются уже на уровень республиканской комиссии, которая также уже принимает окончательное решение и вносит соответствующее представление главе республики. У нас этот порядок находится в общедоступном формате, с ним можно ознакомиться и у нас на сайте министерства, поэтому, пожалуйста, обращаясь к тем работодателям, которые еще, возможно, не успели ознакомиться и не знают, посмотрите обязательно положение. Я уверена, что у нас на предприятиях и организациях очень много достойных людей, которых можно вносить на эту очень высокую премию, которая подчеркивает именно уважение к человеку труда. На торжественной церемонии вручения глава Якутии сказал, что подписал закон об учреждении новых государственных наград. Расскажите, пожалуйста, подробнее о них. В действительности Айсен Сергеевич озвучил о таких для нас очень важных решениях, которые были приняты также перед 1 мая. В частности, закон об республике, который был рассмотрен также по инициативе главы, принято решение об учреждении новых государственных наград, в частности, это почетный наставник. Почетный наставник — это знак, будет вручаться лучшим почетным наставникам, которые сегодня имеют большие успехи в этом направлении. Есть очень много у нас людей, которые передают свои умения, навыки и знания молодому поколению. И вот как раз для того, чтобы подчеркнуть важность этого направления, такая государственная награда в этом году уже законодательно установлена. Ну и, конечно, не могу не сказать о том, что в отрасли социальной защиты, непосредственно отрасль, которой курируем мы, как Министерство труда, появилась новая государственная премия имени Марии Дмитриевны Нартаховой, которая также направлена, во-первых, на повышение престижа и статуса человека труда в социальной защите, и, конечно, на увековечивание памяти такого видного политического деятеля, министра социального обеспечения прошлых лет. Да, действительно хорошая новость. Ну и как идет подготовка к предстоящему празднику Дню Победы? Безусловно, сейчас очень важные дни в преддверии праздника Великой Победы, 9 мая, и уже вся республика не просто готовится, но и уже начались мероприятия по чествованию наших ветеранов, участников войны. Одна из таких вот более, так скажем, наверное, значимых – акция «Поем двором», когда наши и органы власти, и органы местного самоуправления, там, где проживает у нас участник Великой Отечественной войны, приезжают к окнам, к балконам, где живут наши участники Великой Отечественной войны, и проходит вот такая хорошая, добрая акция «Поем двором», когда поздравляют непосредственно наших ветеранов. И, конечно, я не могу не сказать, что будут проведены такие акции, как и уже начались, собственно, это «Окна Победы», когда на окнах предприятий, организаций, в жилых домах, комплексах также непосредственно и трудовые коллективы, и просто люди на своих окнах, в своих квартирах вешают фотографии своих участников войны, родных и близких. Соответственно, вывешивается какая-то определенная атрибутика, посвященная Дню Победы. Свеча памяти будет проведена по всей республике, и будет, конечно, проведена акция «Бессмертный полк», но в этом году в формате, так скажем, альтернативный формат, как, например, на своих машинах сегодня можно разместить портрет своего деда в рамках формата «Бессмертного полка» и, соответственно, принять участие таким образом в автопробеге, посвященном «Бессмертному полку». Поэтому направлений и акций очень много. Я призываю всех жителей республики принимать участие в своих мероприятиях, которые проводятся на предприятиях, организациях, в органах местного самоуправления. Ну и, конечно, Георгиевская ленточка. Да. А какое внимание уделяется трудовым коллективам, ой, трудовым династиям? Сколько семей в этом году вошли в Книгу почета? Трудовым династиям в нашей республике уделяется очень такое, самое, наверное, одно из их, внимание, да, очень большое уделяется именно трудовым династиям. И с 2013 года в республике ведется Книга почета, почета трудовых династий. Ежегодно распоряжением правительства республики трудовые династии, лучшие трудовые династии включаются в эту Книгу почета. Если раньше у нас принималось такое решение по пяти трудовым династиям, то сегодня уже последние два года, и в этот год, в год семьи, принято решение включить в Книгу почета 10 лучших трудовых династий со всей республики Саха и Якутии. А в целом у нас в этой книге уже включены 75 трудовых династий с огромным трудовым стажем. И я как раз недавно говорила тоже о том, что максимальный трудовой стаж всех членов трудовой династии у нас зафиксирован в количестве 803 года. 803 года — это трудовая династия педагогов из Хангаласского района, и вот этот результат был зафиксирован примерно в 2013-2014 году, и соответствующая запись занесена в эту книгу. А в этом году также 10 трудовых династий, как я сказала, уже включены были, и чествование трудовых династий произошло также в преддверии 1 мая в рамках республиканской трехсторонней комиссии. И не могу не отметить тот факт, что в этом году впервые также в эту книгу вошла трудовая династия Кусковых-Власовых, которые работают в системе социального обеспечения. Поэтому мы очень рады, конечно, этому событию. И также традиция является одним из основных направлений в рамках повышения престижа и уважения к человеку труда. Спасибо большое, что уделили время и ответили на наши актуальные вопросы. Сегодня было очень прозвучало много таких позитивных новостей. Ну что ж, а я напомню, у нас в эфире была программа «Актуальное интервью». Оставайтесь с нами. Продолжение следует... Продолжение следует...